Я хочу извиниться от имени Павла Михайловича Бородина, он сегодня голосует, поэтому он попросил без него все это провести. Но будем считать лекцию начавшейся. Здравствуйте, коллеги. Хочу представиться. Меня зовут Иван Бурков, я аспирант в лаборатории генетики развития. И сегодня я поведу сказ про трансгенных животных, что это вообще из себя представляет. И как это нынче делается, ну и как это делалось раньше. Значит, здесь я привожу некоторые вопросы из билетов кандидатского минимума по экзаменам по нашей специальности генетика, которые как-то затрагивают то, о чем я сегодня буду рассказывать. Это задачи и методологии генной инженерии, основы, трансформация клеток высших организмов, генотерапия, как применяется в медицине, народном хозяйстве, как можно с помощью этого решать фундаментальные проблемы генетики и других биологических наук, и социальные аспекты. Ну, то, о чем расскажу я, будет чуть-чуть побольше, чем написано здесь в билетах. Вообще, как и прошлый лектор говорил про вопросы этого кандидатского минимума, он бы их переформулировал, я бы тоже, потому что мне кажется, что туда стоило бы добавить кое-чего, а кое-чего наоборот убрать. Кто-нибудь знает такую передачу «Своя игра»? Да? Ну вот, трансгенез за 1200. Ну, для начала нужно ввести само определение, да, что же такое вообще трансгенез, и что можно назвать трансгенным организмом. Отвечает, как всегда, самый умный человек на планете, это Анатолий Вассарман. Вот, и он говорит нам, что трансгенез – это процесс введения чужеродной ДНК трансгена в живой организм. Я намеренно не написал процесс введения чужеродного гена в живой организм, потому что, ну, на самом деле, трансгенез подразумевает не обязательно, что мы берем какой-то вот именно ген, да, и хотим его поместить в ту среду, в которой он никогда не был, заставить его там работать, потому что мы можем, например, поместить в геном животного какую-то вообще последность ДНК, которая, допустим, бессмысленная, она не будет кодировать никакой ген, но, тем не менее, она поможет нам выполнить ту задачу, которую мы предусмотрели для нее. Вот, тем не менее, получивший вот эту вот конструкцию, называемый трансгеном организм, получает какое-то новое свойство, ну, это в идеале, да, в общем-то, потому что всякое бывает, ну, трансген может не работать, или там как-то так встроился не туда, где он не может нормально экспрессироваться. Ну, вот, в идеале организм приобретает новое свойство, да даже если трансген не работает, все равно в геноме организма теперь содержится какая-то новая нуклеотидная последность, это уже можно считать новым свойством, пожалуй. И организм этот может передавать трансген своему потомству. Вот, и такая важная деталь, что геном трансгенных животных является преднамеренно модифицированным. Что я под этим подразумеваю? Что, например, ну, мы можем преднамеренно модифицировать геном, допустим, дрозофилы, подвергнув ее жесткому облучению, да, произойдет какие-то мутации, но трансгенез, в отличие от этого, мы заранее придумываем, что же мы хотим, чем же мы таким наделить хотим этот организм, что в него такое ввести, да, какой-то определенный совершенно признак, который должен прийти и там вот как-то работать, проявляться. Так, значит, ну, вспоминая про трансгенез, нельзя не вспомнить про то, что было до трансгенеза все то время, пока существовал человек, а именно селекция. Вот. Ну, сколько человек существует, столько он, и, знать, поначалу, не зная ни о каких, ни генах, ни о чем таком, ни о ДНК, и уже в последнее время, зная об этом все равно, методом искусственного отбора создавал сорта растений, породы животных, которые отвечали каким-то требованиям человеку, он производил отбор по каким-то конкретным признакам. Вот. Ну, на счастье, появились современные методы генетики, которые позволили многократно ускорить этот процесс и сделать его в много раз более интересным. Вот. Для чего вообще производилась селекция? Для увеличения продуктивности, урожайности, там, повышенного количества мяса, чтобы кони быстрее бегали, там, хрюшки быстрее толстели, там, и так далее. Вот. Но основная ключевая особенность – это то, что в основе всех этих работ таких лежал геном того вида, который использовался в селекционной работе. Вот. И все возможности наши, они были ограничены геномом вот этого вида. Ну, и известно, что в природе между собой скрещиваются близкородственные организмы, и это накладывало существенные ограничения. Кроме того, основа, да, трансгенеза, допустим, это процесс рекомбинации, он заключается во взаимодействии между гомологичными хромосомами, вот, что в случае неродственных видов мы не можем себе абсолютно позволить. Вот. И еще одна такая деталь – результаты скрещивания мы все-таки не можем предсказать нормально заранее. Ну, хотелось бы, чтобы ребенок был таким же умным, как папа, красивым, как мама, или веселым, как бабушка, но все равно у нас, мы не можем 100% утверждать, что вот получится именно такой организм в результате каких-то манипуляций. Но в случае с трансгенезом, как я уже говорил, мы можем конкретно говорить, ну, точнее, предполагать хотя бы, что, да, вот этот признак, мы хотим, чтобы он был, и надеемся, что он будет. Вот. Тут вот дальше я привожу вот такую кратенькую схему. Ну, в принципе, объяснять-то даже глупо, потому что все это и так знают, что вот здесь, в этой части мы видим обычное скрещивание, да, в правой части – это схема трансгенеза. И вот. Ну, в принципе, про это уже я рассказал. Так, что у нас дальше-то? Дальше. Вот. Что это такое? Это книга «Научная фантастика», автор Джек Уильямсон, которая вышла в 51-м году. В ней впервые встречается упоминание о такой вещи, как генетической инженерии. 51-й год. Тогда еще не была даже открыта структура ДНК. Ну, вот. Ну, вот. Какие у человека уже были такие идеи про, так сказать, предвидение. Значит, ну, сейчас краткий экскурс в историю вообще всей индустрии. Такие одни из первых ключевых экспериментов, которые повлияли на зарождение этой отрасли. Это вот 1972-й год. Ну, я написал Паулю, вообще это неправильно вообще. На самом деле его зовут Пол. Вот. Я почему-то как-то прочитал криво. Вот. Значит, вышла статья его, которая называлась «Биохимический метод введения новой генетической информации в ДНК вируса СВ-40». И вот Паул Берг ввел в геном вируса СВ-40 гены фага лямбда. Значит, кроме того, был такой человек, как Стэнли Коэн, который в 1973 году практически заставил Эшерихию Коли экспрессировать гены устойчивости к тетрациклину гены Болезе и Сальмонеллы. То есть это был такой первый уже трансгенный нормальный организм. Вот. Тем, кто занимается стволовыми клетками, известное такое имя, как Рудольф Ениш, это вообще патриарх, так можно сказать. И он первый провел эксперименты по трансгенезу на уже непосредственно животных, а не на бактериях. Вот он взял ДНК вируса СВ-40 и с помощью процедуры микроинъекции ввел этот ДНК в оплодотворенные зиготы мыши и получил таким образом трансплантацию этих зигот псевдобеременным самкам, родились мышата, которые содержали в своем геноме ДНК вируса СВ-40. 1976 год. Человек по имени Хер Буэр открывает компанию, называется Генантех, которая дала толчок вот этой огромной всей биотехнологической индустрии. И в первую очередь они решили заняться микроорганизмами, которые производят инсулин, потому что проблема достаточно острая, диабета, и раньше инсулин вообще как получали? Брали, забивали свиней или коров, и из поджелудочной железы у них выделяли инсулин. Но он, естественно, не является нативным для человека, и различные реакции наблюдались аллергические, в общем, он недостаточно эффективен был. Ну и вот, и вот начали появляться первые микроорганизмы, в которые был введен в геном ген инсулина человека и некоторые другие, и они стали первыми продуцентами. Вот. Что касается уже ближе нашей темы, о которой я сегодня рассказываю, это человек по фамилии Пальмитер, вот в 82-й год, в обложке журнала Nature, мы наблюдаем на ней двух мышей. Это мышь одной линии, только единственное отличие, что вот эта вот мышь, она в два раза крупнее вот этой. Что сделал господин Пальмитер? Он методом микроинъекции, ну сначала он создал, естественно, рекомендантную конструкцию, трансгенный вектор. Суть которой состояла в чем? Что имелся промотор, который назывался промотор металлотинина, который заставляет, который начинает работать при воздействии тяжелых металлов. И под этот промотор он засунул ген гормона роста крысы. И когда вот этих мышек трансгенных кормили тяжелыми металлами, цинком, по-моему, кадмием, они начинали бешено расти, и его махивали аж в два раза больше. Ну это был своего рода бум, такой же, наверное, как может быть сейчас, ну не сейчас, недавно был с овечкой долей, с клонированием, вот, и с тех пор уже такая трансгенез понесся во весь опор. Вот, ну, что же все-таки необходимо нам для создания трансгенного организма? Во-первых, мы должны получить изолированную последовательность ДНК, ту последовательность, которую мы хотим ввести в геном организма. Я говорю не о всем трансгенном векторе, а, допустим, вот мы хотим, чтобы, ну как вот в случае с предыдущим слайдом, я говорил про ген гормона роста крысы, вот, мы выделяем, допустим, данный ген, какой-то из геномных библиотек, с помощью геномных библиотек, дальше на основе данного гена или какой-то нуклеидной последовательности мы строим специальный трансгенный вектор для переноса, далее мы внедряем этот вектор в модифицированный организм, и если все получилось удачно, и мы хорошо себя вели, то мы выявляем и отбираем трансгенных модифицированных особей, и дальше уже на основе делаем, что хотим. Какие общие требования к трансгенному вектору? Вот здесь изображена такая схематическая структура трансгенного вектора, если мы хотим, чтобы вектор правильно экспрессировался, то он должен содержать следующие вещи, это 5-4 регуляторный район, в котором находятся сайты посадки различных транскрипционных факторов, он должен, естественно, иметь промотор, дальше он должен иметь кодон инициации и трансляции, непосредственно кодирующий район, стоп-кодон, ну и опционально, в принципе, сайт полиодонирования, который регулирует нормальную экспрессию. Также мы можем добавлять различные энхансеры и так далее, регулирующие элементы, которые сделают так, что трансген будет работать, как мы захотим, в идеале, опять же. Я говорю про промотор. Какую возможность нам дает промотор? На самом деле огромную, потому что что вообще такое промотор? Промотор – это как менеджер из Макдональдса. Если я прихожу устраиваться на работу, и он мне говорит, вот, Ваня Бурков, ты будешь работать по понедельникам, средам и пятницам с 9 утра до 12 вечера, и как бы мне не было обидно, но если я хочу зарабатывать деньги, мне придется это делать. Вот то же самое с промотором. Если мы хотим, чтобы наш трансген экспрессировался в каком-то определенном органе или ткани, в какое-то определенное время, в физиологическое состояние, в соответствии с этим мы выбираем различные промоторы. Вот здесь приведены… Ох ты, Господи, кто же звонит? Мама, потом поговорю. Есть промотор неспецифический, который работает в различных тканях, органах организма. Например, бета-актиновый промотор. Есть промоторы специфические, такие как, например, казиновый промотор. Это промотор молочного гена. И наш целевой ген, посаженный под вот этот промотор, будет работать в случае удачи только в молочной железе, только во время лактации. Какие существуют способы внедрения трансгенных конструкций в животные клетки? Ну, поскольку мы говорим про трансген из животных. Это микроинъекция ДНК в пронуклеус зиготы. И использование эмбренальных стволовых клеток, различным способом модифицированных. Искусственное оплодотворение с помощью генетически модифицированных сперматозоидов, икси, то, что называется. Различные виды трансфекций, электропорации. Основные два самых главных метода – это вот первые два. Это микроинъекция и все, что касается эмбренальных стволовых клеток. Ну вот, такая схема микроинъекции. Здесь видим, что мы берем конструкцию генетическую, которую мы создали, инъецируем ее в мышиные аоциты. Аоциты имплантируем в псевдобеременной суррогатной матери. И получаем потомство, среди которого, может быть, есть трансгенные организмы. Ну, это такая схема для тех, кто любит повеселее, а для тех, кто любит посерьезнее. Значит, если поподробнее, то сначала мы должны отобрать оплодотворенные аоциты, зиготы. Мы делаем инъекцию нашей трансгенной конструкции в мужской пронуклеус зигота. Потому что мужской пронуклеус, ну, почему? Потому что он чаще всего просто больше по размерам, и в него удобнее попасть. Значит, если эта зигота выжила после микроинъекции, ничего с ней не случилось, то тогда мы можем вот эти вот эмбриончики молодые отобрать и пересадить псевдобеременной суррогатной матери. Ну, и вот, в следствии, может быть, родится кто-то трансгенный. Как у всякой технологии, у нее есть свои плюсы и минусы. Что касается плюсов, это есть возможность регулировать количество вводимой ДНК. Уже, поскольку технология не новая, она такая отработанная достаточно, есть определенное количество ДНК, причем зависящее от размера вектора, который мы вводим, который обеспечивает наиболее вероятную интеграцию нашего вектора в геном животного. Во-вторых, это точность доставки. Мы точно знаем, что мы, допустим, попали в пронуклеус и не куда-либо еще, потому что это видно. И, в принципе, можем на какую-то долю быть уверены, что да, там интеграция произойдет. Можно работать с различными животными, с козами, коровами, мышами, с рыбами, с кем угодно. Минусы этой технологии. Сама процедура, она достаточно такая болезненная для эмбриона. Ну, представляете, его прокалывают этой иглой, хоть она и тонкая, стеклянная, все равно это может привести к его гибели. Во-вторых, одна инъекция, одна клетка. То есть мы не можем разом обработать за какой-то небольшой промежуток времени тысячу, миллион клеток. В-третьих, трансгент встраивается случайным образом. Сама работа требует высокой квалификации, потому что это не очень просто. Сложно не только попасть в этот пронуклеус, сложно еще научиться нормально трансплантировать вот эти вот, значит, уже инъецированные зиготы, в чем я сам убедился. Ну и относительно низкий уровень трансформации. То есть достаточно небольшой процент животных в трансгенах рождается. Теперь поговорим про технологию эмбриональных стволовых клеток. Вот вкратце изображена суть, да, что мы берем какую-то мышь какой-то линии. Мышь что беременела? Мы берем у нее бластоцисту, берем клетки внутриклеточной массы, культивируем их, это получаются стволовые клетки. Значит, далее мы производим с ними какую-то модификацию с целью дать им новое свойство. И с помощью этих клеток, мы, вводя их уже в бластоцисту мыши другой линии, мы получаем химер. Ну, это как звучит просто, конечно, все, на самом деле это не так просто, не всегда все получается. И тоже, опять же, с какой-то долей вероятности химера, вот эти вот клетки, они могут дать вклад в зародышевый путь, и мы получим в таком случае среди потомства организм, который будет весь целиком состоять из вот этих вот трансформированных клеток. Вот. Ну, вот какими способами осуществляется доставка трансгенного вектора в эти клетки, это плазмиды, вирусная трансфекция, химические реагенты, электропорации, липосомы. Ну, они тут во многом перекрещиваются, то есть, например, плазмиды просто так сами по себе не пройдут, естественно, там для них нужен какой-то агент-переносчик, это липофектамин с липосомами, например, и так далее. Вот изображены плазмида, вирусы, электропорация и липосомные вектора. Тоже есть плюсы и тоже есть минусы. Какие плюсы? На самом деле, вообще, их гора, я почему-то их отразил всего в двух плюсах. Ну, слишком подробно можно перечислять, просто, во-первых, это возможность направленной интеграции трансгена, куда мы хотим, в отличие от метода микроинъекции, когда трансген старается случайным образом. Во-вторых, мы можем, поскольку мы работаем инвитром, мы можем нормально выявить клетки трансформированные, работать с ними, посмотреть, все ли у них правильно, как-то анализировать их и уже дальше с ними в дальнейшем работать. Минусы. Большой минус существенный, что на настоящий момент данная методика эффективна только в работе с мышиными клетками, потому что, допустим, ну, просто получить культуру эмбаронистовых клеток и других организмов, это не так уж и просто. Вот. И не говоря уже про другие шаги, потому что все это подбирается опытным путем. Пока вот на мышах все примерно, система такая есть, с остальными потруднее. Вот. Молодой американский мужчина спрашивает, что, говорит, да, трансгенец-то здорово, но для чего это все делается? Отвечает, как всегда, Анатолий Вассерман. Вот. Следующим образом. И он говорит нам, что трансгенез и трансгенные животные используются в основных следующих направлениях. Это моделирование заболеваний, изучение фундаментальных биологических процессов, продукции белков и ростовых факторов, используемых в науке и медицине, решение проблем, сопутствующих к центру асплантации, сельскохозяйственные различные пищевые нужды и с целью порадовать глаз. Вот. Ну, давайте начнем по порядку. Значит, моделирование заболеваний и изучение фундаментальных биологических процессов. Надо сказать, что своим появлением трансгенез дал вообще очень большую пользу всем, кто занимается тем, что описано в заголовке, поскольку с его появлением стало возможным посмотреть, как работает тот или иной ген, что с ним происходит в процессе антогенеза, где он экспрессируется, как он экспрессируется, что будет, если этого гена не будет, что будет, если он будет оверэкспрессировать, если его будет слишком много, как какой-то ген поведет себя в совершенно ином, в отличие от нативного генетическом окружении. Ну, и тут стоит сказать про две основные такие технологии, которые используются вот в изучении таких процессов. Это так называемый генный нокаут и генный нок-ин. Вот это все английские слова. Значит, в чем суть вот этих двух методик? Ну, сначала поговорим про нок-ин. Вот, как я уже сказал, допустим, мы работаем с эмбриональными столовыми клетками. У нас есть культура. Мы хотим как-то вот их трансформировать. Допустим, для чего существует нок-ин? Вот здесь написано, что интересующая последность ДНК с помощью гомологичной рекомбинации встраивается в выбранный хромосомный локус. При этом не нарушается работа других генов. Для какого случая это делается? Допустим, если есть какой-то ген, вот он, вот мышиный геном, мы создаем конструкцию и с точно такими же комплементарными, допустим, если это считать экзонами, да, вот с экзонами. И, кроме того, добавляем сюда какой-то наш, значит, определенный промотор и ген устойчивости к антибиотикам. То есть мы хотим посмотреть, допустим, где, вот как будет работать какой-то ген, да. И при добавлении данного вектора в культуру этих эмбриональных столовых клеток с какой-то долей вероятности происходит гомологичная рекомбинация. И вот эта вот наша конструкция, ну не наша, мышиная конструкция, заменяется на конструкцию нашу. Работа гена не нарушается, но прибавляется еще вот эта вот часть. С этими эмбрионными клетками мы получаем химерных мышей и дальше с какой-то вероятностью родятся обычные трансгенные мыши. И на них уже можно изучать все, что мы хотим. Теперь, что такое нокаут? Ситуация немножко другая, принцип почти тот же. Если мы хотим посмотреть, что будет, если мы прекратим работу какого-либо гена в организме, что случится, как это отразится на фенотипе вообще, что там такое произойдет. Суть такая, вот есть опять мышиный геном. Мы делаем трансгенный вектор, который имеет какой-то гомологичный район с геномом, допустим, вот этот четвертый экзон. А все остальное мы просто вырезаем и заместо этого добавляем сюда генустойчивости к антибиотику. В процессе рекомендации получается следующая конструкция. Ген, как бы основная часть гена вышибается, а заместо нее вставляется генустойчивость к антибиотику. Также получаем химер и скорейчивым, ну, в смысле, им, может быть, родятся трансгенные мыши. Так мы будем смотреть уже, что получилось. Как, конечно, не могла такая технология обойтись без каких-то минусов, недостатков, сложностей. И, естественно, что помимо ожидаемых рекомбинационных событий, с большой вероятностью происходит случайное событие в стройке данного трансгенного вектора в геном. В результате чего очень сложно будет выявить того, кого мы хотим видеть, то есть трансформировав истинных трансгенных мышей целевых. Но существует решение. Умные биологи не сидели на месте и придумали так называемый replacement vectors. В чем суть? Что нокаутная конструкция содержит, помимо гена устойчивости к какому-то антибиотику, она также фланкирована сегментами гена мишени, которые мы хотим вышибить. И, с одной стороны, также фланкирована геном, допустим, тимидинкиназа вируса Герпеса. Вот сейчас схема. Вот у нас имеется вот эта конструкция. Вот это куски того самого гена, который мы хотим вышибить неполной последовательности. Посерединке стоит ген устойчивости к неомицину. И вот здесь мы наблюдаем ген тимидинкиназа вируса Герпеса. В случае гомологичной рекомбинации происходит обычная рекомбинация, и вот эта часть гена тимидинкиназа вируса Герпеса, она просто не попадает в геном трансформированных клеток. Все нормально. Вот они имеют такой генотип. В случае случайной интеграции происходит полностройка, и ген тимидинкиназа попадает. И если мы будем растить данные клетки на среде с неомицином, то есть клетки, которые устойчивы к неомицину, они и выживут, но также добавим туда гонцикловир, который убивает клетки, содержащие тимидинкиназу вируса Герпеса, тогда, получается, вымрут все клетки, кроме тех, которые нам нужны. Будет здорово. У нокаутных экспериментов есть проблемы с интерпретацией. Самое главное, это то, что, во-первых, если мы нарушим работу какого-то гена важного очень, то просто, допустим, эмбрион может вообще не развиться, он погибнет еще до рождения. Такая интересная терминология. И как мы узнаем тогда, что бы происходило в организме взрослого животного. Во-вторых, может случиться так, что мы просто не увидим фенотип этого животного по каким-либо неизвестным причинам. Кроме того, фенотип может быть вариабельным. Ну, то есть, как и вообще трансгенным векторам присуща такая деталь, как то, что, допустим, один и тот же вектор, но в случае разной интеграции, в разных линиях, ведет себя по-разному. Экспрессироваться можно по-разному. И также надо учитывать комбинаторное действие генов, потому что это не так, что если я выключил один ген, или, допустим, что-то новое добавил, то сразу какой-то вот именно процесс на процессе каком-то одном отразится, что прямая взаимосвязь. Как правило, взаимосвязь очень сложная, целая сеть генов есть, мы про это знаем. Ну, и то есть, нокаут по какому-либо гену не дает нам полной информации о том, как функционирует данный ген в каком-либо органе или ткани, или в каком-либо физиологическом состоянии животного. Для этого еще более умные ученые придумали так называемый условный кондишнл нокаут для решения первой проблемы, про которую я говорю, что эмбрионы погибают. В чем он заключается? Он также называется технологией Кре-Локс, которую Павел Михайлович очень любит и просил меня про нее рассказать. У нас есть две линии трансгенных мышей. Первая линия, чем она особо? Она несет в своем геноме кререкомбиназу. Кре-Локс это фермент бактериофага P1, который ответственен за рекомбинационные события, режет по локс по сайтам. И, допустим, эта кререкомбиназа находится под каким-то тканеспецифичным промотором. Допустим, это будет промотор альбумина, то есть он должен работать в печени. И есть вторая линия мышей трансгенных, которые имеют целевой ген, который, допустим, мы хотим выключить. Он сбоку маркирован с 5, 6 и 3, 6 конца. Локс П-сайт имеет вот этого самого бактериофага P1. И, допустим, имеет еще репортерный ген какой-то, чтобы мы видели, что это трансформированные клетки, они светятся. Когда мы скрещиваем двух мышей, и кререкомбиназа синтезируется, начинает работать вот этот ген, и он в каком-то органе встречает в ДНК вот эту конструкцию, он просто по локс П-сайтам вырезает вот этот наш целевой ген, и таким образом он начинает отсутствовать в данном органе, в нашем случае в печени. И мы тогда видим, что же изменилось. Вот так происходит вырезание. Кроме того, с помощью кререкомбиназа, очень классная технология, мы можем не только выключать гены, мы можем, наоборот, включать какие-то гены. То есть, если мы создали специальную генетическую конструкцию, где, допустим, скажем, кодирующая последовательность, в нее внедрен какой-нибудь бессмысленный участок, не кодирующий, и то есть ген не работает. Маркирован локс П-сайтами. Как только появляется кререкомбиназа, этот бессмысленный участок вырезается, происходит воссоединение семьи, все рады, счастливы, ген экспрессируется. Ну, я немножко отвлекся вообще от насущных проблем, изучения каких-то заболеваний, фундаментальных особенностей, законов различных, биологических. Вот что изображено тут. Есть дефект, ген такой кит, который дефект ген этого кит приводит к нарушению пигментации. Ну, естественно, ребенок не трансгенный, но вот мы видим, что у него такое нарушение пигментации. И мышь с выключенным геном кит, с нокаутированным, демонстрирует те же нарушения пигментации. Вот даже они как аналогичны по топографии своей на теле. Нокаут, вообще модель нокаута используется для изучения различных, для создания моделей различных заболеваний. Например, модель ожирения, или нокаут по гену Fiber Blast Growth Factor 5, который отвечает за негативную регуляцию роста шерсти. Вот такие нокаутные мыши чересчур волосатые. И вот тут не совсем разобрался, извиняюсь, что связано с геном, который в норме ограничивает преждевременное старение. Ну, вот мы видим, что 4,5 месяца мышкам, вот этого трансгенная это нет, нокаутная в смысле это нет. И вот уже 8,5 месяцев какой-то совсем старик, а не мышь. Вот. Ну, теперь поговорим про всем известный GFP. Плавала когда-то тогда в океане такая медуза, вот обратили на нее внимание, ну, тут плохо видно. Посмотрели, что она в ультрафиолете светится зеленым светом. Нашли белок, который сам светится вот от GFP в ультрафиолетовом излучении, нашли его ген и стали его пихать куда ни попали. И даже куда попали. Вот. Используют совершенно различных целей. Ну, целях, думаю, ну, рассказывать не надо, потому что все так или иначе там в литературе, или где бы еще с ним сталкивались. Вот. Ну, кто-то вот даже использует для промоушена своих лабораторий. Делая какие-то микроорганизмы светящиеся, что угодно можно написать. Вот. Также эксперименты по, например, созданию так называемой умной мыши. Ну, ум ее, конечно, в нашем понимании этого слова, он такой условный очень. Но исследователи сделали так, что у нее оверэкспрессируются рецепторы в синаптических контактах, вот этих NR2B. И эта оверэкспрессия привела к какой-то повышенной обучаемости этой мыши, что вот когда-то ей предъявляли там два ведра каких-то там, какие-то фигурки, что-то, не знаю, она их изучала, а когда эти там ведра фигурки расставляли в разные другие места, ну, вроде как ситуация поменялась-то, мы же уже не в тех условиях. Она их так же успешно узнавала, запоминала все. Вот какой счастливый китаец, который, ну, или не китаец, который его, собственно, получил. Ну, рискну предположить, что такой трюк она все-таки бы не потянула. Вот. Ну, другие примеры. Это, например, AIDS mouse. Это когда в геном мыши введен, ну, введена часть генома вируса иммунодефицита человека, вот, кроме двух генов. Почему кроме двух генов? Ну, чтобы уж совсем точно обезопасить себя от передачи вируса иммунодефицита человека от мыши к человеку, и заодно, чтобы посмотреть, как вообще он себя ведет. Ну, полностью вот изучение вот этой вот модели. Мышь с болезнью Альцгеймера, вот, несут какую-то мутацию, нокаутом индуцированную ответственную заранее проявление болезни Альцгеймера. Не знаю, трясутся они или нет, но я этого не видел. Вот. Например, такие, как, допустим, полное нокаутирование аллергена P53, различных других генов, которых большое множество, которые как-то связаны с образованием раковых опухолей. Все вот-вот изучается на таких моделях. Значит, ну, теперь второй пункт из того, что сказал Анатолий Вассерман. Это продукция белков и ростовых факторов, используемых в медицине. В чем основная суть? Ну, все, ну, я уже сказал, все точно знают про инсулин. Вот. Что, да, есть микроорганизмы, которые являются продуцентами инсулина. Без них, как бы, никак. Потому что, если бы не было таких микроорганизмов, то диабетикам всем пришлось бы худо. Они вырабатывают инсулин и другие белки человека в больших количествах. Но, оказалось, бактерии могут не все. Я люблю приводить такой пример, когда школьникам лекцию читаешь, что у нас есть, там, например, машина какая-то. И она что из себя представляет? Я пальную в нее из гранатомета, и будут куски металла, стекла, пластика. Ну, вроде как то, что было когда-то машиной. Но чтобы это действительно ездило, это ведь нужно правильно собрать сначала. Так же и с белками человека. Они не все такие простые, как может показаться. И чтобы белок нормально функционировал, нам нужно еще убедиться, что проведены посттрансляционные модификации вот этого белка, синтезирующие его системе. Ну, бактерии вот не способны давать некоторые посттрансляционные модификации, свойственные нативным белкам человека. И в таком случае на помощь нам приходят так называемые биореакторы, или Transgenic Farm Animals, это сельскохозяйственные животные молочные, в молочной железе, в которых продуцируются вот эти вот нужные нам белки. Почему молочная железа? Почему молочные животные? Ну, казалось бы, сделай какого-нибудь карася, у которого в каждой клетке экспрессируется белок, потом перемоли его и выделяй сколько угодно, или ту же корову просто ее на мясорубке прокрути. Ну, это сильно жестоко, конечно, так никто бы не делал. Но не все белки, опять же, не все белки одинаково полезны, что называется. То есть, есть же очень биологически активные белки, которые в случае нахождения, попадания, допустим, в кровяное русло животного, они могут просто-напросто его убить, или вообще не дать ему как-то родиться. В таком случае, почему взята молочная железа? Потому что это орган, который обеспечивает такую изолированную экспрессию. Ну, в идеале, на самом деле, уже показано, в том числе и нами немножко, что все-таки что-то попадает из молочной железы, то есть не до конца это изолированный орган, но все равно не так, как если бы это экспрессировалось где-то в другом месте. Кроме того, если мы берем промотор, который в норме является промотором какого-то молочного гена, ну, у козы, у коровы молока много, белков много молочных, в большом количестве синтезируется, значит, и ген, который мы подставим под вот этот промотор, при правильном соблюдении условий, правильном конструировании этого вектора трансгенного, он тоже даст нам большую экспрессию в молочной железе. А потом уже из молока, хочешь пей, хочешь выделяй, хочешь делать что угодно. Вот, ну, все зависит, опять же, от вот этих вот самых, от того белка, который мы хотим сделать. Вот российскими нашими исследованиями получены козы, которые синтезируют в молоко лактоферин человека, и вроде это молоко можно пить. Я не пил, не знаю. Ну, а вот есть то, над чем работаю я, в частности, в лаборатории нашей, это, когда мы берем ген гемопатический фактор человека ГМКСФ, и вот, значит, присоединю его к 5-4 регуляторному району вместе с промотором гена Альфа-С1 козейной козы, и такая генетическая конструкция успешно экспрессируется в молочной железе, в том числе, правда, с другим немножко геном, тоже с гемопатическим фактором ГКСФ, уже сделаны козы в Бразилии, которые дают молоко, в котором содержится ГКСФ. Можно его выделять. Ну, вот тут изображены основные регуляционные сайты для транскрипционных факторов, чтобы действительно вот этот вот промотор работал только в молочной железе, только во время лактации и нигде крови. Потому что эктопическая экспрессия нам не нужна, ну, чтобы никак не влияло на здоровье животного. Вот, значит, вот они, козлы. Ну, они не в плохом понимании козлы, конечно, а в хорошем. А вот это непосредственно наш бразильский козел, вот это F0, фаундер трансгенный, и его F1 дети. Ну, выглядит вполне здоровым и даже, я бы сказал, веселым. А вот научный руководитель мой Ирина Александровна говорит, что он даже еще и ласковый, в противовес суровому такому фенотипу. Вот эти вот тоже трансгенные козлята. Теперь от козлов к свиньям. Что же не так со свиньями, или что, наоборот, с ними так? Ну вот, тут написано ксенотрансплантация. Ксена – это значит чужой. Проблема трансплантации органов – это достаточно острая проблема, поскольку многим людям требуются новые органы, сердце, печень, легкие и так далее, пересадка. Но, естественно, не всегда можно дождаться человеческого этого материала, тем более, скажем, в нормальном виде, чтобы он не отторгался иммунитетом, там какой-то по всем этим параметрам подходил. И вот в 2002 год Nature Biotechnology вышла статья, где, значит, обсуждалась возможность пересадки печени свиней человеку. Ну, в норме у свиных клеток, на поверхности свиных клеток, присутствует фермент, который называется альфа-1,3-галактозилтрансфераза. Вот ученым удалось выключить этот фермент и продемонстрировать, что, ну, не человеку, вот бабуинам, хотя, если кто-нибудь сильно накрасится, можно испутать, вот, пересаживали печень свиней, и уровень отторжения был существенно меньше. С человеком пока тут еще ничего не сделано, но это такой заметный звоночек к тому, что это то, чем стоит заниматься, потому что, ну, хотя, я тоже иногда думаю, человека не жалко, а свинью не жалко, вот, тем более она такая красивая здесь. Но все равно мы что-то должны делать с этой проблемой и разрабатывать способы решения отторжения ксено-трансплантантов. Вот. Сельскохозяйственные пищевые нужны. Без этого никуда. С этого, собственно, начиналась селекция. Для этого и в том числе и существует трансгенез. Какие требования мы предъявляем к животным, которых мы получаем с этими целями? Ну, давать много молока, мяса, шерсти, икры, это понятно. Животное должно не болеть, быть устойчивым к каким-то заболеваниям определенным, быть сильным, смелым, выносливым, мало кушать, быстро расти и хорошо размножаться. Но это опционально. Это не всегда нам нужно, на самом деле. Вот, ну, тоже по усмотрению исследователя. Вот, как бы, тут контраргумент генетически модифицированному лососю. Когда один медведь говорит другому, что вот он, новый лосось, одобренный Американской ассоциацией FDA. Если ты такого поймаешь, мы еще можем месяц ничего не ловить. Ну, какие на картинках это чаще всего интереснее, точнее всего, показывать, да, какие есть примеры. Вот он, тот самый генетически модифицированный лосось против обычного лосося. Разница налицо. В чем разница? В том, что у этого лосося оверэкспрессируется ген гормона роста в течение всей жизни. Вот. Печальная картина. Вот. Но это курицы, которые что-то, видимо, наокутирован какой-то ген, который отвечает за, каким-то образом, за оперение. И теперь их не нужно ощипывать, а можно резать прямо так. Вот. Ну, в столовую-то все ходят, курицу любят есть. Никто же не задумывается о том, что это вот до этого выглядит вот так. Вот. И, или вот, например, Шварценеггер какой-то бык просто. Ну, я не всем прав, приводя картинку этого быка, потому что он не трансгенный на самом деле. У него просто в процессе когда-то давно появился бык, у которого в случайной мутации произошло нарушение гена миостатина. И вот он, обратили внимание, что он такой мускулистый, ну, и стали скрещивать, скрещивать, скрещивать. И получили вот такую породу, которая называется Белджен-Блю. И, ну, теоретически можно такое же трансгенных животных получать. Вот будет просто гигантский бык, который, ну, ладно, не буду говорить, что он дает много мяса. Может, он просто сильный и красивый. Вот. Трансгенные свиньи. Ну, вот. Больше мяса, меньше жира. Тоже немного грустно, но, говорю. Это же все время рядом с нами. Это же не просто так, где-то там, грустные картинки. Мы же кушаем тоже. Ну, теперь об так называемом эстетическом удовольствии. Так, что, о, я укладываюсь, отлично. О чем я говорю здесь? Несомненно, животные трансгенные получены с целью эстетического удовольствия, чтобы радовать глаз, являются побочными продуктами различных каких-то научных экспериментов, либо экспериментов, направленных о которых я говорил все эти слайды до этого. Ну, вот, есть такие рыбки, значит, которые просто… в них введены, видимо, гены GFP, RFP и других каких-то флюоресцентных протеинов. Вот они плавают себе, досветятся. Никому не мешают. Себе тоже, со здоровьем у них все в порядке и просто радуют глаз. Вот. Ну, стоит, не знаю, сколько я рыбами не интересуюсь, но говорят, что их делают специально стерильными, чтобы никто не смог их переразмножить и сделать свою, как бы, построить свою контору по продаже вот этих рыб. Вот. Кроме такого, есть такой дядя, который не является никаким ученым, просто заплатил много денег за то, чтобы ему сделали трансгенного кролика, которого он назвал почему-то по имени Джессики Альп. Альба, актриса, он назвал Альба. Для чего этот кролик? Как он сам говорит. Я хочу показать, что трансгенные животные безопасны. Ну, вроде как. Потому что вообще много же обсуждений того, что вроде как это плохо, это там вредит, хотя бездоказательно пока что, но… А он популяризует таким образом трансгенных животных. Значит, как и… Так, назад. Трансгенез, хоть и относительно молодая технология, в общем-то, всего около 30-35 лет, но и быстро развивающийся, что самое главное. Ну вот, мозги общества современного, они не успевают угнаться за той скоростью, с которой бежит по планете трансгенез. И появляется, да и у самих исследователей появляется куча вопросов. Притом, некоторые из них достаточно, ну, имеют место быть, и они не просто так с неба упали. Которые мы можем себе задавать. Ну, какие вопросы могут быть? Это создавая трансгенные организмы, да, комбинируя различные геномы. Не размываем ли мы какую-то границу между видами, да, не вмешиваемся мы ли в дела природы, в то, что было до этого как-то, да, не вредим ли мы природе. Следующий вопрос. Наносит ли трансген организму вред здоровью? Ну, я намеренно сегодня не обсуждал трансгенных растений, потому что, трансген растений я, потому что в основном, в этом ключе дискуссия о вреде здоровью строится. Именно о вреде здоровью человека, который потребляет данный трансген организму в пище. Но к животным эта проблема тоже применима. И, во-вторых, они ведь могут вредить не только чужому здоровью, даже опосредованно как-то там, например, что там получится какой-то, ну, может быть, будет животное с каким-нибудь геном, который взят из какого-нибудь морепродуктов. А окажется, что у человека аллергия на продукт данного гена, на морепродукты. Он не будет знать, съесть это да помрет. Вот. Ну, да, вопрос стоит. Но надо предупреждать просто. Каких последствий можно ожидать, если трансген организму вырвутся из лабораторных условий? Вот насчет ситуации с тем гигантским лососем. Все действительно этого боятся, потому что чем обладает этот лосось? Ну, во-первых, он быстрее растет. Он больше жрет. Ну, именно, он даже не кушает, а именно это делает. Вот. Во-вторых, он, соответственно, может при попадании в естественную среду, он может конкурировать с нормальной популяцией за пищу и все у них объесть. Вот. Кроме того, он обладает, ну, скажем, он в физиологическом плане, в плане выживаемости, он вообще-то похуже. Потому что он, как сказать, по-английски это называется less fit. Вот. И если такая популяция вот этих трансгенных лососей, она захватит лососевый мир, то всем лососям от этого будет хуже. Они могут потом просто все исчезнуть. Да? Ну, это если совсем продолжить линию домыслов. Вот. Теперь, должны ли мы вводить какие-либо ограничения или моратории на использование трансгенных технологий? Вопрос под ним поднялся буквально с начала развития технологий трансгенеза еще в 1975 году. Вот те самые люди, про которых я говорил в начале, они увидели все это и немножко испугались и созвали такую конференцию, на которой стали обсуждать вот эти все возможные негативные перспективы, которые могут нас ожидать в будущем. В итоге сошлись на том, что вроде бы вреда нет, пока запрещать ничего не надо, и если мы будем все правильно и хорошо делать, то никому хуже этого не будет. Но это сейчас все равно активно муссируется, потому что появляются новые трансгенные организмы, и, как я уже сказал, общество ропчет на создателей таких организмов, что проблемы те, проблемы эти. Вот. Ну, задумываемся ли мы когда-нибудь, что, например, когда мы создаем химеру, мы каким-то образом обрекаем это химерное животное на боль, страдания, или те же самые трансгенные животные, которые экспрессируют вот эти вот, допустим, даже гемопоэтические факторы. Ну, прорвался он куда-то из молочной железы, пошел нейтрофилез. Ну, мне, наверное, было бы плохо, если бы у меня был нейтрофилез, я бы не согласился просто так, да. Ну, то есть, стоит ли это, стоит ли игра свеч, имеем ли мы право это делать? Ну, это уже совсем этический вопрос. Тут, как бы, тоже ответа на него пока нет. И, кто знает, какое будет будущее, может быть, будут производиться трансгенные вмешательства на человеке, и можно ли в таком случае такого трансгенного человека уже считать человеком? Ну, слава богу, пока такого нет, поэтому я могу об этом не думать. Вот, хотя это плохая логика, потому что думать о таких вещах нужно заранее. Ну, неизвестно, никакого нормального обсуждения таких вещей нет, есть только крики с тех сторон, с других. Вот, ну, нормальное обсуждение ведется в нормальных научных журналах, где пишут, что все хорошо. Ну, собственно, завершая свою лекцию, я это же, опять же, всегда школьникам говорю, когда я про трансгенез читаю, в гораздо более упрощенном виде. Хочу сказать, имейте голову на плечах, и сами хорошенько судите о том, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, взвешив все аргументы за и против, а не просто прочитав статью, допустим, в газете «Спидинфо», да, где, может быть, про это написано, или в каком-нибудь журнале, там, еще в желтой прессе. По телевидению даже очень часто на основных новостных каналах мы видим антипропаганду, а пропаганду трансгенных организмов мы встречаем достаточно редко. Я всего одну передачу знаю, которая в России вышла, которая как-то с положительной стороны все это описывала. Вот, ну, да, не хотелось бы, чтобы получился такой трансгенный петух, потому что он меня наверняка заклевал за то, что я сегодня сказал. Вот, ну, в общем-то, на этом 50 минут вроде как прошло, если не ошибаюсь, да. Ух, я ровно уложился, 51. Вот, спасибо всем за внимание, и хочу сказать, что через неделю состоится лекция Екатерины Хлесткиной, вот здесь же, в конференц-зале, ой, извините, Елены Хлесткиной, 28 апреля, также в 4 часа. Так что все приходите, будет интересно. Вот, ну, может быть, у кого-то какие-то вопросы? Слушаю вас. В чем состоит морально-этическая проблема размывания границы между видами? Где в морали и этике критерии вида? Ну, вы верите в Бога или нет? Ну, для вас не состоит. А для тех, кто верит, она состоит. Потому что... Нет, ну, я же говорю не про себя, я, допустим, не считаю это морально-этической проблемой, но мы же говорим про социум, про большинство людей, они считают, что вроде как сотворено Богом, ну, или там в каком-то понимании, да, у каждого свое слово понимание. И зачем вмешиваться, зачем создавать что-то новое, как бы, все уже было до нас. Ну, я не сторонник этой точки зрения, потому что, ну, мы же не просто так... Ну, кроме рыбок, которых делают для родования глаза, да, мы же не просто так это делаем, это все обусловлено какими-то причинами, не просто так появляется. Для кого-то это проблема. Например, в случае, если бы вы были мусульманином, да, я бы сделал какой-то продукт пищевой, где бы случайно, ну, не случайно, оказался моими тайными замыслами темными какой-то ген свиньи. Ну, нельзя вообще, я считаю, что нельзя говорить ген свиньи, ген рыбы. Можно говорить, допустим, ген альбумина свиньи или ген альбумина, там, не знаю, какого-нибудь козы, но все равно. И если уже совсем быть слепым фанатиком и придерживаться прям какого-то там совершенно глупого, может быть, толкования священных книг различных, то скидай такой продукт, и я как мусульманин, или вы как мусульманин попадете в ад. Ну, что еще скажешь тут? Надо из других сыграть. Надо из других сыграть. Надо из других сыграть. Надо из других сыграть. Ну, я ушел немножко от темы, да. Скажите, пожалуйста, что такое трансгенный вектор? Ну, это не совсем... Бинарный вектор, вектор со стройкой, вектор без стройки. Ну, трансгенный, наверное, может быть, организм? Ну, иногда называют так. Это больше все-таки лекция, она относительно научно популярная, в моем понимании. Так, 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 так. Вы там вначале показывали список вопросов, которые будут задаваться с ней. Ну, и можно, да, правильно, если было правильно сказать, надо сказать вектор, несущий трансген. Да, это будет правильно. Вот. Но это как такое, типа сленг, можно сказать. У себя в лаборатории я употребляю. Наверное, если я где-то на конференции был бы, меня бы вот петух заклевал, вот этот вот, который с фотографией. А вы еще экзамен по самим не сдали. Да. Существует для тех, кто экспрессируется, скажем, в балаке, очищается, в аптеке надо купить, скажем, эксклюзивные? Ну, ГМКСФ или ГКСФ нет пока что, потому что, как вы понимаете, это процесс не сильно быстрый. Он даже не в том плане не сильно быстрый, в плане, как бы, разработки самого животного, да, потому что что должно сначала пройти? Мы должны испытать модель на экспериментальных животных, на мышах, например, рекомендовать его к более крупным животным, получить вот этих коз. Дальше идет вот эта вот совершенно убийственная процедура получения патентов, лицензий, создания вот этого предприятия, которое будет проводить. Но вот уже создано порядка, вот я знаю точно, что есть один препарат, который уже в клинику вошел с помощью таких трансгенных коз созданных, это антитрамбин-3. Он именно из молока выделяется, и на данный момент есть вот несколько биотехнологических компаний, крупных очень, которые именно только вот этим и занимаются. И там целый список вот этих вот препаратов, которые уже на различных стадиях… Так в очереди. Да, но они, во-первых, в очереди. Некоторые в очереди на перспективу создания, а некоторые уже есть и козы. И проходит, допустим, третья фаза клинических испытаний, вторая, первая. И их там у таких препаратов, которые уже почти-почти, их уже около 10-15. И вообще весь рынок вот этот вот, он очень оптимистично оценивается. То есть уже в обзоре 2007 года писалось, что в… уже… что к 2012 году вот вся вот эта вот денежная масса, которая там вертится, да, вот индустрия, где-то несколько миллиардов долларов уже. То есть это медицина будущего, по сути дела, потому что где еще достать такие вот нативные белки, да, сложные… Это все молочные белки, правда? Нет, я не говорю… я говорю белки, получаемые с помощью систем молочных вот этих биореакторов. Потому что, допустим, вот тот же ГКСФ или ГМКСФ, чтобы, допустим, сделать одну дозу вот этого препарата, из донорской крови, если его выделять, ну, она прилопатит, наверное, тысяч 10 этих доз, я думаю. Ну, где столько возьмешь? Вот, это очень много, неэффективно. А тут сразу стадо из 50-60 коз этого хватит для того, чтобы обеспечить весь земной шар абсолютно. Оно будет поддержано. Ну, здорово. Вы там, вы говорите, от какой части есть ли они шарики? М? Вы проводите глинический шарик? Пока еще нет, но мы проводили уже испытания лабораторные, которые показали биологическую активность этих препаратов сравнимую и даже выше, чем у рекомендантных аналогов, которые получены через системы, вот, ЕКОЛИ и дрожжевые и так далее, через культуру клеток все еще. А мне казалось, что кто-то еще занимается, и давно уже, козами, и на продукцию, и как раз вот эти белки. Я рассказываю. Именно конструкции хотите от них отличаться? Не-не-не, я сказал уже про исследователя в России, который этим занимается. Совместно с Беларуссией какой-то проект, который лактоферит... А, ну вот, что касается вообще вот этих именно гемопоэтических факторов, с ними получить трансгенное животное очень проблематично, потому что, как я уже сказал, происходит какая-то все равно малейшая утечка. Ну, оно, да, можно сказать, ноу-хау, это как бы очень удачно разработанный вектор, который обеспечивает умеренную экспрессию молоки, пусть не гигантскую, которая там позволит тоннами его выделять, но, да, это не вредит животным. И вот, ну, пока что, вот в том списке препаратов, о которых я рассказывал, не фигурирует ни один сильно биологически активный, да, какой-то либо белок. Они все занимались, ну, которые, как бы, попадая как-то вот в кровоток, они животным бы не навредили. Вот, и... Коротко, можете сказать, чем экспрессия, ну, скажем, клеток насекомых, периодных трансгенных векторов, больше, чем... Ну, во-первых, это вот не все посттрансляционные модификации могут нормальными. Это А. Б. Это недостаточные просто объемы, когда я уже сказал, что можно получить вот этих вот животных, ну... Самый выгодный микроорганизм – это ЕКОЛИ, это 40% растения. Да, но вот говорю, все упирается вот в эту модификацию белка, потому что ЕКОЛИ, вот эти ЕКОЛИные препараты, они могут вызывать аллергию, они эффективность слабой обладают и так далее. Это побочные эффекты различные. И экономическая эффективность самая большая вот именно вот у такой модели, у биореакторов. Ну, не для инсулина, опять же, вот инсулин, ладно, его нарабатывают, как бы с ним... Он достаточно простой, все, там, все уже налажено, и никто не собирается менять пока. А вот здесь надо подходы другие искать. Павел Михайлович, есть еще вопрос? На размывание границ лица. А можно, я спрашиваю, там вот был, значит, слайд с нарушением пигментации области генарикузика. Это что, заболевание, что ли? Я бы подумал, что это какая-то кишка такая. Нет, это не заболевание. Но это просто, это дефект гена, и все. То есть, он каким-то образом связан с пигментацией. Я же не говорил, что только про заболевания речь идет. Просто я сказал про заболевания и какие-то различные процессы биологические. То есть, как вообще работает ген, за что он отвечает? С этим можно жить, да? Ну, с этим можно жить. Кому-то, может, даже это покажется особой какой-то фишкой, у меня сердце на пузе. Ну, вот так, если условно говоря. Все, вопросов нет больше? Ну, ладно, спасибо еще раз за внимание. Все.